Эти кадры, кажется, уже видел каждый. Пересечение Крылова и Гоголя. Из Шкоды вылетает пластиковая бутылка. Водитель, стоящего следом авто, сигналит нарушителю порядка. Но пассажир виноватым себя не считает. Высовывается из окна, машет руками и что-то активно доказывает. Затем машины разъезжаются, но история на этом не заканчивается. Молодой человек был привлечен к инициативной ответственности по статье 17.5 Кодекса Республики областных правах на нарушениях в виде штрафа. Он размещал твердые отходы в неустановленных для этого местах. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин. Такие вопиющие поступки, хоть и редкость, но все же встречаются на дорогах. Коммунальные службы не дремлют ни днем, ни ночью. Однако водителям и пассажирам стоит знать, за нарушение правил благоустройства штраф до 800 рублей. Юрлица и вовсе могут заплатить свыше трех тысяч. Все участники дорожного движения обязаны принимать меры по недопущению загрязнения и выбрасыванию мусора в неотвезенных для этого местах. Выбрасывание мусора или иных предметов из транспортного средства влечет наложение штрафа в размере от одной до двух базовых величин. Если водители или пассажиры решили избавиться от мусора на ходу через открытую дверь, за это тоже придется заплатить. Сумма может достигать 320 рублей, а за нарушение правил обращения с отходами штраф до тысячи. В некоторых регионах страны с недобросовестными участниками дорожного движения борются с помощью камер фотофиксаций. Деньги на ветер еще полбеды. Выброшенный из окна окурок может поджечь сухую траву и стать причиной нешуточного пожара. По статистике, треть таких возгораний происходит именно вдоль дорог. Прежде чем совершить необдуманный поступок, стоит помнить, мусор все равно придется убирать другим людям. Плюс посторонние предметы создают аварийные ситуации на дорогах и сильно вредят экологии. Мусор, размещенный в несанкционированных мест и не убранный, он способствует длительному воздействию на окружающую среду. То есть он загрязняет воду, воздух, землю. Если это, к примеру, пластик, он в дальнейшем может разлагаться на микропластик, попадать в ливневую канализацию. Далее микропластик может миновать системы очистки воды, попадать в водный объект и, соответственно, поражать обитателей воды, которых в нем живут. Если говорить о мировом опыте, то в Ирландии за подобный поступок можно лишиться 5000 евро. В некоторых случаях грозит и ограничение свободы до 12 месяцев. В Японии незаконный выброс мусора карается тюрьмой до 5 лет, плюс штраф в 70 тысяч евро. Как ни крути, борьба за чистоту – общая задача. И дело совсем не в суммах.